Друзья, всем привет! В этом видео поговорим о Windows 11, Windows 12 и всех вытекающих. Windows 12 в этом году не будет. Microsoft официально подтвердила выход Windows 11 24H 2 во второй половине 2024 года. То есть в сопроводительных документах официально подтверждено, что это будет самое большое, самое крупное обновление Windows 11. И выйдет оно осенью во второй половине 2024 года. Однако, скоро выходит Snapdragon Elite X и он будет уже на борту с Windows 11 24H 2. Также ожидается нормальная версия Windows 11 для ARM устройств. По сути уже скоро ожидается Windows 11 для ARM. Windows 11 24H 2 была замечена в сборке круга Canary 26052. Временно Canary и Dev совместили в Windows Insider Program. Поговорим, что будет в этом обновлении. Обновление Windows 11 2024 Update версия 24H 2 будет полностью посвящено возможностям ИИ следующего поколения. Что будет нового? Это еще не все нововведения. У нас еще почти год до выхода крупного обновления. Итак, первое. Суда для Windows. Введена команда Суда, позволяющая с повышенными правами запускать процессы прямо из командной строки. Поддерживаются три режима работы. В новом окне с отключенным вводом и встроенной. То есть у нас, как в Linux и Mac, теперь есть команда Суда. Далее улучшенная поддержка слуховых аппаратов. Внесены улучшения для пользователей со слуховыми аппаратами. Включая возможность контроля аудиопрофилей и уровня окружающего звука через настройки и быстрые настройки Windows. Далее утилита для проверки микрофона. Представлена новая утилита для тестирования микрофона. Новые способы работы с Копилот. Введен новый интерфейс для Копилот, который активируется при копировании текста или перетаскивании изображения, предлагая различные действия для ускорения работы. Обновление в управлении энергосбережением. Для настольных ПК без батарей представлен новый значок энергосбережения. Улучшение Bluetooth. Улучшен процесс подключения Bluetooth устройств. Теперь все устройства сканируются автоматически. А нестандартные устройства отображаются по запросу. Новая страница управления цветом. В настройках дисплея добавлена новая страница для управления цветовыми профилями. Расширенные возможности редактора реестра. Редактор реестра теперь поддерживает поиск в выбранном ключе и его подразделах. API прогнозы энергосети. Введен API для оптимизации работы приложений в зависимости от доступности возобновляемых источников энергии в электросети. Улучшение безопасности. Разработчики могут использовать фреймворк Cryptography API Next Generation. Для защиты ключей Windows с помощью виртуализированной безопасности VBS. Информация для геймеров. Если вы играете, то стоит повременить с тестированием. Некоторые популярные игры могут работать некорректно или вылетать при запуске на этих сборках. То есть, если вы хотите попробовать 24H2, добро пожаловать в программу Windows Insider на канал Dev или Canary. Но для людей, кто играет в игры, этого делать не рекомендуется, так как некоторые игры работают неисправно, либо могут вылетать. Ну что ж, ждем 24H2. К сожалению, пока что сборочки мне недоступны. На виртуальной машине не обновляется Windows в программе Windows Insider, только на канале Release Preview или Beta. А Beta круг не относится к 24H2. К сожалению, пока показать ничего не могу, только на скриншотах. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в новых роликах. Продолжаем следить за темой Microsoft и Windows. Всем пока. Продолжение следует...